Да, тем временем представитель Цахал заявил, что израильская армия приходит к следующему этапу войны и повторно призывает гражданское население эвакуироваться, насколько это возможно, из северной части Анклава на юг. Говорим далее о израильско-палестинской войне, о резолюции Генассамблей ООН с призывом к гуманитарному перемирию в секторе газа без поправки, осуждающей Хамас. Аркадий Милман, бывший посол Израиля в России, к нам присоединяется. Аркадий, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, вот этот вот следующий этап войны, расширенная операция в секторе газа. Объясните, что на самом деле происходит там? Можем говорить о том, что наземная операция полномасштабная уже началась в Израиле в секторе газа или еще нет? Только подготовка. Это первый этап действительно обширной операции. Это война. У нас идет война. Мы называем это война. А это как бы часть войны, которую мы ведем с Хамасом. Началась вот эта операция в северной части сектора газа. Это так называемая модулярная операция. Что это означает? Что заходит небольшая группа воинских частей. Это танковые войска, артиллерия, инженерные войска, пехота, огонь с моря и с воздуха бомбардировки. Они занимают небольшой плацдарм, начинают защищать от террористов эту территорию. Затем будут присоединяться другие части в зависимости от разведдарных, от ситуации в том или другом участке вот этого плацдарма. И дальше будут принимать решения высшее руководство. На ваш взгляд, вот эта вот отсрочка, подготовка, понятное дело, к вот этой вот полномасштабной наземной операции, насколько это можно считать плюсом этой всей истории? Потому что раздавались там еще ранее такие голоса, что вот, мол, Израиль потерял много времени вот в этой подготовке, уже там мир успел забыть о тех событиях 7 октября и так далее. Насколько важно действительно было полноценно пойти в полномерном, вот этом вот длительном, ну, относительно длительном подготовке к этой операции? Потому что мы знаем, что и ранее были попытки вот этих вот наземных операций с 2005 года, если не ошибаюсь, в секторе газа. Не все они были удачными, скажем прямо, поэтому, очевидно, были сделаны выводы. И вот как раз на этих ошибках в этой подготовке пытались научиться правильно действовать. Вы подметили одну очень важную деталь. К великому сожалению, с быстрым расширением соцсетей, WhatsApp, Viber, X, бывшими Twitter, Meta, Facebook и так далее, так далее, наша жизнь изменилась. И самое главное, изменилась наша память. Она стала очень короткой. Поэтому про то, что было позавчера, уже никто не помнит, потому что уже все заняты другими делами, все пишут в этих соцсетях и так далее. Это общий фон, в котором мы живем. Теперь сама подготовка операции. Были призваны более 300 тысяч резервистов. Это для сравнения. Российская армия, когда она напала и начала свою агрессию против Украины 24 февраля прошлого года, приблизительно эти силы оценивали 150-180 тысяч человек. Значит, мы уже говорим о значительно больших размерах. Второй момент. Эти резервисты, которые призваны, они должны пройти минимальный инструктаж. Это не то, что они не умеют воевать. Это не российские мобики эти, которые мы называем таким образом. А это люди с боевым опытом. Но в первую очередь, когда человек возвращается, должны возвратиться все навыки. Требуется неделя, две, три, нормально подготовиться. Третий момент, очень важный, и, может быть, даже важнее всего. Это наши заложники. Шел определенный переговорный процесс. Хамас, как всегда, ведет себя неадекватно. То они предлагали обменять своих заключенных, которые в наших тюрьмах сидят, за убийство израильтян. Там у всех руки в крови и по горло. Потом они стали менять позиции. Потом еще стали выставлять какие-то требования. Было принято решение начать именно операцию, именно в этот момент, именно в северной части сектора газа, для того, чтобы продолжать на них давить. Но освобождение заложников является самым главным приоритетом. Там дети, которые два года, три года, четыре года, грудные дети, женщины, старики, молодые люди, которых они подстреливали, просто как уток на охоте, когда они ворвались. Там был фестиваль музыки. Люди танцевали всю ночь, радовались жизни. Они их просто отлавливали, убивали, насиловали, сжигали людей. Зверство. Просто зверское поведение. Далее. Сейчас, несмотря на это, мы ведем себя согласно международному гуманитарному праву. Только сегодня вошло час 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Вчера заходили грузовики. Мы расширяем гуманитарную помощь в южной части сектора газа, где там довольно много жителей газа сейчас находится, приблизительно около миллиона пятьсот, где-то миллиона семьсот, может быть. Там такой момент мы точно не можем определить, но это довольно внушительные цифры. Они, конечно, разворовывают, как вы уже говорили, я слышал часть вашего комментария, они разворовывают эту помощь, которую гуманитарную. Ну, там же нет ни власти, ничего террористического. Это такое террористическое формирование. У нас, вокруг нас и возле Египта. И это террористическое формирование, наверное, надо уничтожить. Вот и все, выхода нет. Да, как при этом всем быть заложниками? Более двухсот человек остаются у хамасовцев. Это израильтяне и представители других государств, европейских. США. Хамас заявил о том, что готовы освободить пленных иностранцев в обмен на пятидневное прекращение огня. Об этом заявил старший член политического руководства в комментарии Financial Times. При этом израильских солдат освобождать не собираются. Как быть? Как готов ли ЦАХАЛ начать полномасштабную наземную операцию, пока эти заложники не освобождены? Это очень сложно для нас со всех точек зрения, в первую очередь с моральной точки зрения. Жизнь каждого нашего человека, она на вес золота. Это наша позиция. Жизнь каждого жителя, палестинца, газа и так далее, абсолютно им не важна. Потому что если бы она была важна, то они бы не воевали бы с нами и не было бы таких страданий сейчас, как есть у палестинцев. И все это видят тоже по телевизору, и тоже там страдает гражданское население, и дети, и так далее, и так далее, и так далее. Люди для них — это живой щит. Для них важно умереть. Почему? Потому что по их экстремистской исламской психологии они, если убьют всех окружающих иноверцев, в данной ситуации это мы израильтяне, и иудеи, если они нас убьют, если они сделают и нанесут нам максимальный ущерб, то их, наверное, примут в рай, согласно их пониманию о загромной жизни. А там у каждого такого шаида, священно умершего за дело великого Аллаха, что вы думаете его там ждёт? 70 девственниц. Отсюда и вся история. Поэтому лучше умереть, чем жить. А у нас именно наоборот. Точно так и в России. Они пускают там, правда, я не знаю, если речь идёт о 70-ти, потому что там не все исповедуют ислам, а там такое непонятное православие, которое Кирилл, патриарх себя Руси, устраивает. Там тоже смерть — это вообще не вопрос. Зачем жить? Лучше умереть за родину. Как Путин высказался? Он же высказался, сказал, не просто он тут опил, гулял, ничего не делал. Тучек за родину погиб. Вы помните это, да? Это в прошлом году было. Встреча с матерями солдатскими, якобы. А теперь посмотрите. Да, а теперь посмотрите. Вот есть Россия, террористическое государство, которое связано с Ираном, террористическим государством, где они вместе друг другу помогают, чтобы воевать в Украине. Откуда эти беспилотники-шагеды, да? Сейчас построили там завод. Откуда эти террористские снаряды, которые они поставляют? И так далее, и так далее, и так далее. Теперь Хамас, Хизбала, вот эти террористические организации. И Северная Корея тоже там сбоку немножко там тоже дает какое-то оружие постоянно в России. Посмотрите, куда это оружие летит? На Украину. Посмотрите, как вот эта ось зла сформировалась, которая воюет против кого? Против демократического мира. Украина сейчас стоит на форпосте защиты демократии, как и мы стоим на Ближнем Востоке. Единственная демократия настоящая. И мы защищаем демократические ценности. Вот поэтому вот это именно так и происходит. В такой ситуации мы не можем сейчас действовать обыкновенными средствами, как мы действовали когда-то. Поэтому почему? Во-первых, террористы Тихомас построили целый подземный город. Вот сейчас, несколько часов тому назад, закончился бой. Из какого-то туннеля они вышли. Там было их семь человек. Они все были уничтожены. У нас без потерь. И вот так они выходят в разных группках и пытаются нанести нам какой-то ущерб, убить наших солдатов и так далее. В той ситуации, которая сложилась, просто так заходить большими силами невозможно. Поэтому речь идет о модулярной операции, как я уже говорил вначале. И каждый раз будут добавляться определенные оперативные задачи, которые будут решаться. Это будут из воздуха, из моря, и спецназы будут уничтожены. Мы им не дадим уйти, и в живых мы их не сможем оставить по одной простой причине. Мы должны уничтожить террористов. А потом, когда это все закончится, тогда, наверное, надо будет говорить о каком-то политическом решении, потому что эти 2,5 миллиона этих палестинцев, которые живут в Газе, это несчастные люди. Понятно, что часть поддерживает Хамас и тоже обожает и исповедует вот эту экстремистскую идеологию. Но это не все палестинцы. Большая часть людей страдала от этого тоталитарного режима, этой террористической организации. Да, вот вы, кстати, упомянули Россию в контексте Хамаса. Вот делегация террористического движения была недавно в Москве на переговорах с официальными лицами Российской Федерации. Хамас даже там сказал, что отпустит 8 россиян-заложников, которые там имеют российское, в том числе, гражданство. Израиль уже, в принципе, отреагировал на это, вот назвав это приглашение вот этих Хамаса, лидеров Хамаса, таким позорным шагом. Ну и, в принципе, мы понимаем, когда, по сути, поставлено чуть ли не знак равенства между Хамасом и Россией в этой ситуации. Да, но как дальше будет именно вот строиться дальше вот эти политические отношения Израиля и России? Потому что до этого у того же Нетаньягу с Путиным были, ну, довольно хорошие отношения. И Израиля с Россией были хорошие. И теперь вот, получается, эта война стала таким вот лакмусовой бумажкой, что ли, которая показала на самом-то деле, кто есть кто. Смотрите, Нетаньягу допустил очень много ошибок и за это заплатит высокую цену. Я думаю, что его на этом политическая карьера закончилась. А поскольку у него еще три судебных дела о коррупции ведется в израильских судах, то ему будет очень плохо. Я надеюсь, что суд вынесет решение и этот человек свою политическую карьеру закончил. Он нанес вред и, к великому сожалению, должен констатировать этот факт. Более того, даже сегодня, вот несколько часов тому назад, один из бывших, поставленных генералов израильской армии, заявил простую вещь, что Матаньял находится сейчас в прострации и он должен покинуть этот пост, потому что нам надо вести серьезную войну против террора, мирового террора, который поддерживается Ираном и другими террористическими организациями. А этот человек, он в прострации. Он допустил много ошибок. Одна из этих ошибок это была такая раболепская психология и ничего нельзя делать. Путин, нельзя, нельзя, Путин, если это же как медведь, а вы разбудите берлоги, он вас съест, он не знает, что с вами сделает. И вообще Путин, там атомное оружие и так далее. Как будто он может сбросить атомную бомбу на Израиль. Начнем с этого. И вот эта абсолютно неправильная политика привела сегодня к этой ситуации. И теперь все видят, только случилось что-то совсем нехорошее, ужасное у нас, как сразу, пожалуйста, Россия сразу заняла позицию наших врагов. Путин ни одного слова не сказал осуждения этих зверского убийства. А я хочу подчеркнуть, что с окончания Второй мировой войны и Холокоста у нас никогда в жизни не было такого, чтобы убили в один день более 1400 человек и еще около 3500 было ранено. И еще есть много тел, которые мы просто не можем идентифицировать. А знаете, почему мы не можем идентифицировать? Я вам отвечу. Потому что они изуродовали так тела, что наши судебные медэкспорты не могут определить ДНК человека и понять, кто эти люди, которые их убили. Вы себе представляете, что надо было сделать, чтобы изуродовать так тела? Вот и вся история. И Натаня Яуз за это заплатит. Я давно об этом говорил и все знают. Всем просто сделал дырку уже в голове. Говорю, это очень просто, чтобы было всем понятно. И сейчас, пожалуйста, уже сегодня я долго добивался и своих коллег в Министерстве иностранных дел журил и все время им говорил, вы ведете себя неправильно. Наконец, сегодня вызвали этого посла этой террористической организации Викторова, такая еще тот деятель у нас. И я не боюсь это говорить, потому что этот человек, который заявлял, что Хамас это политическая сила и вообще они с ними говорят и так далее. И ему вот наконец сделали выговор и вызвали его на ковер и как следует пропесочили. И это надо все время делать. Никто не разрывает отношения с Россией, но кризис отношений он налицо. Да, и возможно тогда поменяется после, когда закончится война Израиля против сектора Газа, поменяется и отношение Израиля по поводу помощи Украине, ведь занимали такую позицию, что там медикаменты, гуманитарная помощь, да, в войне России против Украины, но военную помощь Израиль Украине не предоставлял. Вот что хотим еще вас спросить по поводу того, как бы вы прокомментировали позицию Турции и конкретно президента Турции Реджепа Эрдогана был митинг в Стамбуле пропалестинский, на котором Реджеп Эрдоган заявил, что пригрозил Западу войной креста и полумесяца, сравнив погибших в секторе Газа с жертвами российско-украинской войны. При этом Израиль Эрдоган назвал оккупантом. Что бы вы сказали по этому поводу, почему такая позиция у Турции? Смотрите, Эрдоган это очень специфический политик, который очень много лет власти в Турции, он исламист, он всегда поддерживал Хамас и даже на своей территории разрешил находиться высшим руководством Хамаса, там у них целое представительство, он всегда их оберегал, и когда были проблемы с блокадой Газа, потому что мы делали все для того, чтобы не было поставок оружия в Газу. И мы были правы, посмотрите, это же оружие все направлено против нас. были целые кризисные ситуации, в последнее время как раз перед этой войной как раз отношения с Турцией налаживались, но у нас нет никаких иллюзий, и я хочу подчеркнуть то же самое с Украиной, с одной стороны, он вроде как бы Байрактар и разрешил продавать Украине, и это спасло Украину, в особенности первые дни войны, и было очень важным подспорьем, с другой стороны, у него очень хорошие отношения с Россией, он им помогает развивать торговлю, и делает газовый, и зерновая сделка он участвовал, это и нашим, и вашим, и общается с Путиным, как будто бы ничего не было, и пытается представить картину, что вот он сейчас будет посредним и так далее, это классический Эрдоган, это только свои интересы и только своя выгода, мы переждем этот момент, в какой-то момент ему понадобится тоже наше, скажем так, хорошее отношение, и мы подождем, это не впервые, мы привыкли, у нас уже длинная такая история, за последние 20 лет это была очень часто такая ситуация, посмотрим, посмотрим, как это будет дальше развиваться событие. Поговорим о международной оценке ситуации, вот Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла все-таки вот резолюцию с призывом о прекращении огня в секторе газа, приняла при этом без осуждения действий Хамаса, Израиль уже назвал эту резолюцию позорной, там за документ проголосовало около 120 стран, в том числе Россия и Китай, воздержалось 14, в том числе США, точнее против 14, в том числе США и Израиль, да, и воздержались 45, в том числе Великобритания, Канада, Индия и Украина. Как бы вы прокомментировали это голосование, понятно, что эта резолюция, она не имеет такой юридической силы, но тем не менее, вот как сам факт. Вот смотрите, эта резолюция не имеет никакой политической силы, это то же самое, как были резолюции, которые голосовали, скажем так, воздерживались или голосовали против страны, когда Украина просила принять резолюцию, которая однозначно осуждала агрессию России против Украины. Точно такая же ситуация, посмотрите, по большому счету, ну, приняли не эту резолюцию, но и что? Мы все равно будем продолжать нашу борьбу, как и Украина будет продолжать свою борьбу. И поэтому эти страны, что проголосовали, это чисто такая формальная процедура. Более того, Канада пыталась в эту резолюцию внести поправку с осуждением Хамаса, и все там страны, другие страны, которые голосовали за эту резолюцию, отвергли это предложение. Вопрос, что будет в Совете безопасности. Там американцы наложили вето на российско-китайское резолюции. Одна резолюция просто не прошла, потому что было мало голосов. На вторую американцы наложили свое вето. И американцы будут дальше это делать. По большому счету Организация Объединенных Наций в том виде, в котором она есть, она уже сегодня не может обслуживать. Я говорю это именно обслуживать, потому что это организация, которая должна была обслуживать страны мира и мирное сосуществование на нашей планете. Эта организация, она изжила себя. Она уже так, как она действует. Вы понимаете, Россия агрессор, у нее право вето. Но как этот механизм может работать? Если Россия любую резолюцию, которая связана с Украиной, может накладывать вето, или нам она может наложить вето на те резолюции. Какой смысл нам обращать внимание на этот орган? Этот орган он изжил себя. И Гутериш тоже в нашем случае повел себя не самым идеальным способом, как и с Украиной. Но он приезжал, он пытался, помните, как он пытался оправдать агрессию России против Украины и никак не мог принять позицию. И там было очень много всяких документов, которые, была утечка в прессу, и мы видели его позицию. Поэтому эта организация изжила себя. И после войны с Украиной, а не после нашей войны против Хамаса, война между Украиной и Россией в Украине это серьезнейшее событие мирового уровня. И после того, когда война закончится, победа Украины, надо будет менять всю систему взаимоотношений и безопасности в мире. Хотели бы вот еще с вами какую тему обсудить. Это проявление антисемитизма в мире после того, как началась война в Израиле после 7 октября. И в частности взрыв антисемитизма в России. Вот новость последняя. В Махачкале агрессивная толпа местных жителей проверяет автомобили и ищет евреев. По информации телеграм-каналов дагестанцы собрались у аэропорта и ждут приземления самолета из Тель-Авива. Они останавливают автомобили, которые выезжают из аэропорта и проверяют пассажиров, ищут прибывающих из Израиля людей. В местных телеграм-каналах призывают выслеживать машины вплоть до их пунктов назначения, чтобы идентифицировать прилетевших. На место прибыла полиция, но толпе она не мешает. Дагестанцы проверяют даже автозаки силовиков, сообщает телеграм-канал Астра, и добавляют, что это не единственный инцидент. Вчера жители дагестанского Хасавюрта искали якобы заселившихся в местные отели евреев, а сегодня в Нальчике сожгли строящийся еврейский центр. Что тут? Абсолютно не новая антисемитизм, погромы в России. Слово погром употребляется в английском языке как погром, потому что нет его другого названия. Все оно пошло из царской империи. Путин дал старт вот этой антисемитической кампании 5 сентября в Кремле. Зайдите на сайт Кремля, почитайте его встречу с проектом Победа. У него всегда все победы, всегда побеждает всех и всех. И там он начал антисемитскую свою новую кампанию. Опять же привязал ее к Украине, к Зеленскому, все, что вы хотите. После того, как Хамас он поддержал однозначно, это только усиление. И для нас это как бы, ну для меня лично это не было никакого сюрприза, все абсолютно понятно. Скажем так, надо отослать такие фотографии Путину и там вот этим представителям основных религий России, которые сидели у Путина несколько дней тому назад и пели ему дифирамбы, о том, как в России все хорошо и все религии уважают друг друга и все любят друга. Это просто идиллия, а не страна это Россия. Вот им надо послать туда всем им вот эти фотографии, эти видео. Я видел сегодня все эти фильмы, которые распространяются, все эти видеоролики. И вот пусть они дальше продолжают самим себе врать и заниматься лицемерием и двойными стандартами. Нас там не удивляет. Я надеюсь, что там нет никаких израильтян или евреев, поэтому я думаю, что их не будет там и в принципе там им нечего делать и всем все понятно. С этими людьми все абсолютно понятно. Да, а про то, что Кремль сам по сути подливал масло в огонь, вот своя реакция на эту войну именно на стороне палестинцев, на стороне Хамаса и то, как собственно на это реагируют жители России, ну в том числе есть конечно же первая вина и Кремля и тех пропагандистских каналов, которые вот так это преподносили и подавали именно российским зрителям. Спасибо вам большое Аркадий. Аркадий Милман, бывший посол Израиля в Украине, мы обсуждали войну в Израиле, то, как на нее реагируют в мировом сообществе и то, как в России, то, как это подается в российских СМИ, что это уже приводит к взрыву по сути антисемитизма в стране. Акадий Милман,